Сначала прошу прощения, потому что в консервативном виде, то есть без современного powerpoint, но я сначала прочитаю деклар, а потом в конце показываю изображение. И еще прошу прощения, потому что я попала на такое несчастное место, последнее, так что все-таки мне хотелось прочитать до конца. То есть, как Максим Грейк, рожденника Михаила Тригорис, около 70-х годов XV века в греческо-македонском городе Арта был греческого происхождения, их перед прибытием в Москву был лишь, условно говоря, частично знаком с южнославянскими языками, так и сидисмут Гергерштейн был славянской национальности. Но, несмотря на их знание славянских языков, правила древнерусского языка понимали и не струно. И этим недопонимания стали на Руси предметом острых книг. Но все-таки их наблюдения и замечания во многом были высоко оценены, так как отличались с большой исторической точностью и правдоподобной. Во-вторых книг о Максиме Грейке часто ссылается на свидетельствах самого Гергерштейна. А в облияниях, подобно Максима Грейка на Московскую текдашню интеллигенцию, если можно так сказать, в ровновке уже много раз указано. Но в самом деле кажется, что для них оба них была неприлична та особенная социально-южналистическая ситуация, которая была тогда свойственна в древнерусской языковой среде. Сигирин Гергерштейн родился в 1486 году в деревне Випава на территории мирочной Славенины. Он выучил славянский и немецкие языки и шел детства. Его даже часто ругали за его знание славянской речи, так как он часто настаивал на том, что говорит по-славянски. Однако, именно благодаря его знанию славянского языка и общей осведомленности в проблематике славянского мира, он поручил задание осуществить дипломатическую поездку в Москву, что стало решающим фактором его дипломатической карьеры, особенно в связи с теми странами, которые знали латинского языка и не сыграли значительной роли. Два императора, Максим Ямпер и Карл Пиатой, послали его в Москву в связи с деликатным политическим заданием, то есть осуществить примирение между московским великим князем Василием III и польским королем Сигеснудом, который тогда спорился за территорией Японии. Как известно, Герберштейн написал знаменитые московские записки, о которых он говорит, как о истории Москвы, которые первые появились в 1549 году в Венеции на латинскую язык, а год после того они были переведены на итальянский, а затем сам автор Герберштейн перевел их на немецкий. В высоком виде они были выкушены в Вене в 1557 году. Его труд был позднее и в переиздах в Базе. В его записках содержится ценный лингвистический и этнографический материал не только для историков, но и для филологов и лингвистов, например. Там есть обширные списки русских слов, в которых зачислены и многие татарские слова, которые Герберштейн слышал в Москве и запечатлели. А в русском языке он полагает, что это один житой язык, как славянский. Отлично осведомлены и владеющие различными знаниями и филологическими опытами Восемнадцатого года. Восемнадцатого года он приехал в Восемнадцатого года, который Геннадо Василия Иргановича, который писал на фоне, в чем он в Москву присляли редакторам и переводчикам священных книг. Его филологический опыт, включенный ему в Северной Италии, не умалялся на фоне, но, наоборот, считался там весьма ценным и неповторимым словесным искусством на фоне раннего Возрождения, когда христианское знание в Центральной Европе во многом терялось. Это происходило из-за неразумного восприятия различных знаний, в том числе и религиозных, приходящих напрямую с Востока, ради чего таким образом надременно пострадали и самостоятельная и критическая точка зрения многих так называемых гуманистов. Герберштейн, который в молодости прославился в битве с галитзианцами, был избран для путешествия в Москву, поскольку Христоф Раугор, тогдашний епископ ревлянский, не смог поехать и предложил вместо себя своего двоюродного брата Сигисмунда, который в качестве гагзинского посла императора Максимлянов в Береге поехал в Москву в ноябре в 1516 году и прибил на место назначения своего путешествия 18 апреля 2017 года. Однако он не успел привести во исполнение греи своей поездки, то есть существует примирение между московским князем Василием Ивановичем, который, между прочим, по свидениям Герберштейна тогда ввели назвать себя королем и польским, то есть примирение между ними и польским князем Сигисмунда. Герберштейн вернулся с русской делегацией Инсбургом 22 марта 1818 года, где русских послов встретил император Максимия при юнгистическом посредничестве Герберштейна, гуманиста Павра Обрштейна и Пьетра Бонова, епископа из Триеста. Герберштейн уехал из Москвы три недели после того, как Максим Грег прибыли из Афона в Москву, после длительного путешествия, которое проходило через Константинополь в Мордоблахию и Венецию, где он, по всей вероятности, приобрел себе первопечатный книг из типографии Адама Руцио. Следующее упомянуть также то, что тогда уже начиналась первопечатная книжная деятельность в семье Федора Буковича, которая была предназначена специально для православных славян в Вальканах, но и предназначена прежде всего для благослужебных сборных. Это усуществлялось в двух фазах, в 19-м году и в 46-м году. Затем, после смерти Максимилиана в качестве посла Карла Пятова, в 17-м году во второй раз приехали в Москву в 1526-м году. Но это было год после того, когда знание языков Максима Грека стало внезнатной причиной для обсуждения футапевского монаха в Московском церковном соборе. И Максимилиан, и Герберштайн сначала разницу между языками, прежде всего, воспринимали на основе различных способов записи, т.е. с различными буквами, литинскими и филлическими. Оба также быстро поняли, что также русский можно записать и латинскими буквами, но Максима Грека обвиняли в каком юридических ошибках, которые он мог сделать в ходе перевода и пересмотра языка русского обслуживания. Известно, что он вскоре после своего прибития в Москву сразу приступил к работе со священними книгами, и Снегов перевел апостол. А после того каковы был псалтир, который расширил 1042 страниц, и тем самим являлась первым таким взводом псалтирного текста, вместе с переводами, приведенных им в комментариях, в отцов в Восточной церкви, т.е. из византийского исторического и благословского наследия, с которыми Максим Грек был хорошо знаком. Но в своем программе за чинение в исповедании православной веры он заявил, что различные глобольные формы, сидели и все девы, из-за которых он был также судил, для него не разручают верующего, то есть православно отвечную жизнь в места и Аши Хуль, я цитирую, Аши Хуль, ноштовница в тех лечениях следует предписать не ему, а Талмакчан власть в имените, то есть Дмитрию Герасимов, которым он в латинской беседе сказал. Речь идет о московских переводчиках, который на самом деле помогли и Герберштану в его попытках общения с москвичанами. Однако, в связи с тем, что видение в перфектной форме со связкой, то есть глагольной формой Л со связкой, максимум грех, в самом деле снял омонимию глагольной формы в русском языке, что позже в русском языке и биоматической традиции подтвердило, что какие формы, глагольные формы перфекта со связкой в принципе употреблялись в виде своеобразного признака книжества. Во второй раз Герберштайн приехал в Москву, значит, когда Максим Грейк уже был заключен в учебе Иосифово-Рахарамского монастыря во тьме и одиночестве, и ему запретили не только общаться, но и иметь при себе книги и писатки, а также у него отняли право на посещение храма и принятие причащения причастных. Герберштайн в московских записках своим свидетельствам смог подтвердить, что в Москве уже тогда ходили слухи о том, что монаха Максимилияна, как его неправильно назвали, по всей вероятности утопили. Так же, Герберштайн наконец мог добиться в согласене сетилетне применение между русским и польским господинами, которые не хотели применять за историю, но весь ход с облики в Москве был весьма утомнительным, для область Господи промахал. Однако в промежутках между работой он смог поделить внимание тем особенностям русского обида, которые его наиболее интересовали. Он отдельно интересовался русской церковной культуре, во чём запишет о своей автобиографии, которая брошла в свет в 1860 году. Перед тем он же спросил Иоганнеса Фабера, гуманиста богаслова и ревского противника протестантизма, о вере и религии, а также обраде этих людей. Фаберта тогда со већих царя Фердинанда I должен быть написать об этом книгу. Герберштейн говорит, что поставили себе задачу сделать родос именно о религии и обрядах русского народа, которые соблюдаются как в мирских, так и в священных делах. И вот он говорит, если найдёте какой-то экземплярный литвенник и какой-то другой литургической книжке, из которой, возможно, мы будем знать больше об обрядах причащения и других богословебных периодиктов, хотелось нам бы сравнить, потому что мы хотим знать все об детальных совпадениях и разногласиях, как всех промежуточных этапах принятия причащения. Но известный русский словистенегрант Александр Васильевич Сачин имел связи с формами для двойной парадигмы, которые различаются соотносительно грамматической категории двойственного числа и мужского и среднего с одной стороны и женского лица с другой стороны в первой русской граматике Мелике и Сматриско, которая вошла в Вильне в 1619 году, в которой закрепили с грамматические нормы церковно-словянского языка, то есть сейчас из Сачинга полагает, что существует возможно прямо обозаинствование Сматриско в первой грамматике славянского языка Адама Боховича на почателе в 1584 году. И с ним согласился Саиславис Горбач. Хотя это в самом деле, конечно, трудно доказать. Для нас в данном моменте важно, что Бохович только с грамматическими правилами описали тот же язык славянцев, который развивался в течение 4-х столетий, буквально с 9-го века, собственно, с того времени, когда были написаны трезинские отрывки и до 16-го века, когда были напечатаны первые благословские книги и библейские переводы Приможа Трубера и Андрио Дармитева. Они были протестантские, как и благословки. В прадисове слои граматики, основанной прежде всего на латинской граматической граматической практике, Донатус и Мелактона, который был воочек Бохович Адрам Бохович, со лингвистически метод и точка зрения, которая заключалась в том, что теперь и в славянском на речи можно читать все еще на описание, в славянском языке, в славянском языке, всякий язык, вводим Бога спознат, то есть, в мою силу, и на ветхозаветной книгу «Пророка и Зенит». Презо мной от таких «Прекланица всяк на коленом», но «Зудет клясца всякий язык». Кроме того, автор осознает, что инфутрут может стать полезным, так же среди других славянских языков, именно из-за многого общего причин, в связи с московским и русским языком. Запускаю терминологическую неточность, то есть под славянским понимать славянские языки, такое восприятие следует понимать как тогдашнюю терминологическую действительность. Но в московском, причастном переиздании с грамматики смотрицкого тридцати лет позднее, в котором отразили как приближение парадигм и склонение к разговору московской речи, так и система ударений, которая ранее отражала новую западную русскую произношению на действительную, можно увидеть такие же новости, которые были известны славянским писам 16-го века, то есть Тугару и Дарвитину, которые были первыми трехочками священного писания на славянский язык. Их книжки были напечатаны в Тюбингере в 50-х годах и позже. Однако в анонимном теоретическом предисловии московской грамматики смотрицкого с целью запечатления процесса легитимизации норм русского литературного языка приобретенителя хабаря и грамматические сущения, которые точно приписаны Максиму Гребшу. Но для нашего обзора самим ваше следовище шитет имен на то, что в отмеченних грамматических стремлениях была установлена идея в виде премовосов при постановлении грамматических занятий и переводих к вопросу с книжним делом в полности в просвещенном святем духом, что было весно и значительно для такого понимания грамматики, которого применяли и аргументировали с особим богасловием, Максим Гребшу. Привож Трубер также сначала помешал обучать печатание советских книг в обвинительном ему это показалось слишком дорого, хотя он не терял связи с Северной Италией, и влияние итальянских первых церковных реформаторов он до сих пор остается на сомнении хотя и пока недооценен. Следует также применять во внимание, что Трубер в молодости в 30-х годах до 16-х веках и сколько лет пробирал секретарьев епископа Кетра Бонома в 30-е. Там существовала отчинсвободна и лимнистическая обстановка по поводу тракования переводов, одновременно Платона пред Петриархи а также Библии. Трубер сам познел свои предисловия от книгам за евра, что при дворе епископа Бонома в гости и все другие говорили и траковали на итальянском, латинском и северном языке. Поэтому можно считать, что Трубер был знаком с такими ситуацией, когда сосуществование высокого английского языка не мешало общению и взаимному пониманию. Необходимо добавить еще в то, что когда Трубер присутствовал в храмах во время богослужения и посхищал с употреблением народного языка в храме. Другими словами, Трубер показал, что церковно-служанский язык сербской редакции это тот же язык простого народа, так как он его почти все понимают. Можно сделать вывод, что Трубер не делает разницу между церковно-служанским и народным языком, которое должно быть ошушаться в то же время в России. И другими словами, очевидно, на Барханском полеострове, когда не было больших разногласий между языком употребляемого храма, языком людей и языком людей, как было очевидно в Московской языке. Мы имеем в виду ведение его востужения на ратинском языке, которое сразу после этого четверти одновременно верующих произносили перевод тех же слов на Советском. Такая же ситуация судья по свидетельству Трубера существовала на Барканах с древнейших времен. И не исключено, что именно такого опыта будет причастен Максим Греков когда путешествие в Адриатическом море Северной Италии и Хрватской Островой. Судья по его многочисленным рукописам, которые не предоставляют доказательств для того, что были написаны полностью так как сохранились лишь правки на маргинале его правки, мы вынуждены порагать, что эти рукописы были написаны под диктовку. Точно так же, как и Герберштен пересказали некоторые сведения о Москве со словом русского чтеца. Оба очевидно воспринимали для них славянский язык через призму западно-славянских и южно-славянских языков. Если принять мнение, что Герберштен из-за своего знания славянского языка не понимали положение статусом русского и славянского языка, который используется в администрации храме, то это произошло потому, что он понял практически все слова, а также потому, что такой язык ему напомнили домашние ситуации в Словении. в ряде случаев неясно является ли его запись церковно-славянской формы или уже славанализированной уникальной формы, как отметил Исаченко. Его ошибки, то есть Герберштенови ошибки высказывают удивление, потому что Герберштен неадекватно воспринимает русские фонологические свойства и, как следствие, так же часто записывали слава в неправильном библии. Такие примеры встречались с древности на Руси и иностранцев. Такое случилось с Константином Порфирогенето в порогу Днепра. Герберштен, владел славянским, который сохранил наиболее архаичные принадлежности в церковном славянске, он не разлищал между книжным и раздовольным русским языком. А Максим Крек наоборот кажется, что он вообще не заметил древнерусской диверсии, которая действительно уже разрушалась. Потому что его предыдущие связи с славянами были спорадическими, лишь случайными и не могли послужить ему в виде опыта проверки и еще менее обучения. И он пока что не мог осознать древнерусские нормы из архивянского языка. Но в последствии он создал свои писки в архивянской литературной речи, которая закрепила свои его рукописи и столетия спустя выступали в виде чистейших образовов из архивного языка. из южно-славянских языков, с которыми он мог стропнуть либо в детстве в окрестностях маркетонии, где в древности потреблялась перфектная форма L, но без связки, либо в молодости около Венеции, где он мог слышать язык славянцев и хрватов, либо неофорить. Он мог стропнуть славянский на русском. Но действительно, в славянском языке существовали такие же перфектные формы со связками, которые различали второе и третье лицо, и в разговоры, и в литературе речи, из-за которых был Максим Брека обсужден на русском. Поэтому знание Максима Брека какого-то славянского языка, но только в слуховой форме, объяснило предположением, что он когда-то мог слышать и частично ознакомиться с словенским языком XVI века. Тогда же в Северной Италии он также был вовлечен в работу с двуязычными катинско-греческими словами. Во-третьих, Максим Брека мог любить известные славянские рубки сеть из него афонского периода, прежде всего был служебный, поэтому он мог помнить графические особенности славянских букв, но у него не было практики, что он грубо осознавал и что наглядно в его образе. Все это должно быть принято во внимание, когда мы представляем себе его редакторскую и переводческую работу при том, что он прежде всего сосредоточился на библейском источнике. То есть к Максиму Греку была хорошо знакома редакторская работа по языке священного описания о географических и географических текстах из Северной Италии, а также из Ватопида, где он управляли на примере гречески извод рухописи жития Климента Охрицкого и также сочинили первые авторские сочинения в стихотворной форме, в основном в эпиграмматическом и эпитерфическом форме, что, между прочим, очень сходно с авторским наследием Гермештана. Но можно также учитывать, что на южно-сувянских языках и на советском, в отличие от Руси, уже развивали богатейшую литературу на народном языке в том, стихотворное. Но таким образом легче объяснило то, что он в норме русского языка как Максим Гретт установил ту грамматическую парадигму, которая существовала на литинском и также на славянском языке XVI века. Впоследствии сознательного применения им церковнославянского отражало его запоминание вслух того языка, которого он слышал, когда-то он упрошил. Так, все язык его рукописи свидетельствует о том, что ему не была чужда лексикально-семантическая стихия и греческого и церковнославянского языка, под которой подразумевается прежде всего учитывание вариативности разных способов выражения. В таком случае должны считать, что он сознательно воспринимает особенности вариантов славянского языка, о чем свидетельствует также обширные троязычные славянские материалы, известные под названием церковаря . Стоит отметить, что в самом деле перфектные глаголинные формы были прислушаны уже древнейшим церковнославянским языком и языком и текстам, в том числе и богслужебным и переводом священного писания. Ну, может пять минут? Прибольше, да? Хорошо, да. Поэтому все говорит о том, что он сознательно употребляет в форме славянского языка, в том числе Игоря Доула, в чем свидетельствует и его настраивание на формах перфекта и во втором переводе горосслужебном сатире четыре года перед его смертью. Дело в том, что Максим Креп все свои силы устремили упорядочение славянских выражений в соответствии с правилем церкованием языка в общинном описании. Более того, он считает, что славянский язык несомненно способен выразить словни со соцсетами, которые принадлежат в том числе в следственной редакции, поэтому невозможно согласиться с утверждением в том, сознательном вере, в том, в том, в том, в том числе из-за утверждения православного богасовья в определенных формах обращения по Христу, поэтому он уже устанавливает форму целое лицо. Но в перфектной форме воспринимая на фоне традиций славянских языков, которые всегда были решены, и традиции переводили любви и святы. Когда Максим грек, греческий аорик гибельских источников, который был относен в сферу пассивного знания, но все еще понимая свободно замедимые потребители считают считают эти глагольные формы аналогичными и между собой равновременными, как было очень свойственно для фасатора мотов итальянских интерфейнов языков и в северной Италии. Можно говорить лишь о отдельных формах русского разговорного языка, которые Максим Грек просознал как непротивопротив богословских сообщений. Но и в грамоте далеко не понимали русские современники, как например Максим Курлятов, который сыграл роль его писца, то Максим диктовал слова в предисловии в той же же был служебной сертирии, заявил, что Максим ему сказали потомство и перевер известных без украшений, то есть ясных, без сомнений и с богословским разом. Не случайно в предисловии Курлятов очень часто использовало слово известное стирало грань между речью и письменным языком в направлении вручного сознания грамотических принципов, правильности церковных вариантов церковного языка. Последователи Максима Грека Зинови обвиняли его в необнимании несоблюдении книжной и общей речи. Это следует понимать как еще одно указание на то, что у Максима Грика было какое-то специфическое представление по правилам церковно-савянской языке, на что мы хотим сегодня обратить внимание. И на этом данном моменте мы остановимся. Но свидетельством и Максима Грика и Гергоштейна можно понимать как доказательство из-за того, что в московской усилке в середине XVI века дегрессия больше не соблюдалась с другим видом, где уже начинались переходить к еще более загадочным и сложным двое дичи, которое стало еще более заметным в контактах с иностранными лицами. Более того, в определенных обстоятельствах кажется, что москвичи сознательно придерживались своей своеобразной лингвистической ситуации, что они даже иногда пользовались ей, чтобы достичь своих собственных целей. Спасибо большое. Спасибо. Есть ли вопросы у нас доказательства? Вопросы и комментарии? Да, есть. Мы можем немножко маленько маленько маленько. Ну да. Вопросы есть. Спасибо. 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 Это хотя бы современное полное но из арки там, где максимум родился. на платформу Гердерштейн. Как он выглядел? посетил на школу. И один рукав. Рукав вниз. И так выглядело. Когда первый раз ушел из Москвы это Иван Васильевич ему подарил такую сумму. что это это его автобиография которая была ну в прошлом году в библиотеке перебирать была издана на советские переводы. по русских изданиям из советского и это же самые формы которые упоминаются что были с матрицкого заимствования первой грамматики советского языка у различение между разными формами у мужского среднего и женского рода специально для двойственного числа потому что на советском языке даже сегодня сохраняется подробностическая категория двойственного числа Спасибо мне так боюсь у нас совсем не хватает времени теперь даже вопрос это еще мы считаем автопотреб Максим Агрек из калийского собрания его сочинения не не но если есть очень короткий вопрос все не это не 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 Продолжение следует...